Сейчас руководитель приюта Юлия Бабенко отказывается сообщать местонахождение трупов животных. По их словам, по результатам освидетельствования даже одной кошки в областной ветеринарной лаборатории могут поделать экспертизу и вынести неверное решение в отношении всех животных. Нам нужна токсико-химическая экспертиза и тел погибших животных обязательно, да? Потому что обычное вскрытие нас не устроит по той простой причине, что оно не скажет о непосредственной причине гибели животных. То есть нам нужно выяснить, что за вещество привело к такому эффекту к отравлению и гибели. Такой возможности экспертизы в нашем городе Оренбурге нет. Руководитель данного приюта говорит о том, что все животные отправлены на экспертизу, в связи с чем объективно оценить и установить причины гибели животных не представляется возможным. В соответствии с действующим законодательством, руководитель данного приюта должна была информировать и полномоченные органы о том, что произошло. Тем не менее, никакого заявления, никаких обращений зафиксировано не было. Следственные действия вчера же начались. Кто вам об этом говорил? У нас вчера были полицейские, здесь как бы они сделали замеры, свои пробы и все. Скажите, пожалуйста, в таком случае миски, которые вы говорили, да? Они все забрали. Воду, пластик, миска и все. Так кто забрал? Полиция. В Оренбургской областной лаборатории сообщают, что им о погибших животных заявили на день позже, что уже не позволяет объективно провести экспертизу. Также, по словам заместителя прокурора, объективно оценить ситуацию сложно, так как помещение уже чистое, убраны миски и вымыты полы. В ходе проверки органами прокуратуры было задействовано участие обеспечено. Это Оренбургская ветеринарная лаборатория, которая имеет аккредитацию и, соответственно, полномочия на проведение подобных экспертиз. Ну, между тем, найти данных животных не представляется возможным. Ну, есть объяснение у полицейского, есть ее объяснение на видеокамеру тоже. Она пояснила, что похоронила их в дубках. Мы пояснили, что она может представить опасность тем, что лисы могут раскопать корсаки. В связи с этим, вот, хотели выкопать этих животных с ней вместе. И временно, до получения результатов, почему погибли животных, хранить их. Напомним, 29 августа волонтеры обнаружили 66 погибших кошек и одну собаку. Еще 35 животных, по словам сотрудников приюта, нашли в состоянии отравления. Директор приюта Юлия Бабенко сообщила, что независимую экспертизу всех погибших животных планируется делать в Самаре. Также планируется и химический анализ воды.